Здарова, ребята, меня зовут Максим. Давненько я хотел снять еще один обзор на Волковскую, а тут как раз появился повод. В своем баре в Питере ребята снова устроили розыгрыш при покупке от трех банок пива, о чем я писал в своей телеге, можете подписаться, если вам интересно. Ну а так как в прошлый раз мне уже повезло в их розыгрыше, я решил еще раз попытать удачу, заодно закупиться пивом на обзор. Что сегодня будет за обзор? В последнее время я стал обращать внимание, что у Волковска повышается их пиво, особенно что касается фруктово-ягодных сортов. Это мое субъективное мнение, но с того момента, как я попробовал их газешку, сваренную вместе с Вальсиястровской пивоварней, стало кажется действительно лучше. Сегодня на обзор я набрал газешек, сауров, а также их фермерский эль с персиком. Собственно с него предлагаю начать обзор. Пацане, все пиво сегодня обошлось мне плюс-минус 150 рублей. На канале уже было два обзора на фермерский эль, на оригинальный и с мангой, теперь персиком. Волковская пивоварня продолжает свое сотрудничество с пивоварней Визит и продолжает экспериментироваться своим фермерским пивом, добавляя в него новые вкусы. 4,8 алкоголя, плотность не заявлена. Состав вода, соуд ячменный, соуд пшеничный, сок яблочный, сок персиковый, хмельепродукты, дрожжи, сарбаткалия, ароматизатор пищевой персик. Волковская никогда не стеснялась добавлять аромки в свое пиво, но по крайней мере они об этом честно пишут на этикетке. Дата розлива 11 августа. Сегодня 15 сентября. В целом фермерская линейка, как по мне, так неплохая, ничего такого выдающегося из ряда вон, но ничего такого ужасного. Пить можно. Что мы имеем здесь? Мутная желтая жидкость. По аромату пшеничка, сено, слегка чувствуется аромка персика с мыльцой. За вас, ребята. К моему удивлению, при том, что здесь два сока и аромка, на вкус просто пшеничка. Довольно-таки сладковатая, горьковатая на послевкусии. Самое главное, что мыло, которое есть в аромате, не чувствуется на вкусе. Я, конечно, ожидал совершенно другого. Версии с манго было гораздо больше вкуса манго, и оно было слаще. Соответственно, и от этого пива я ожидал, что это будет сладкий пивной коктейль со вкусом персика. В легкую, если очень сильно постараться, можно уловить вкус персика. Если в версии с манго я говорил, что это сладенькая бухлишка, которая может понравиться девочкам, то эта версия точно не для девочек. Конечно же, если девочка не любит горькое пиво. Оно как бы ни туда, ни сюда. Оно посередине между оригинальным фермерским элем и фермерским элем манго. Ну, то есть, если бы я захотел просто пшеничное пиво, я бы выбрал оригинальный. А если бы я захотел чего-то сладкого, я бы выбрал манго. В каких случаях покупать это, я не знаю. Оценка в тапке у этого пива 3.55 описание. Пиво, сваренное в бельгийском деревенском стиле фармхаус эль с добавлением сока персика. Фермерский эль – традиционное пиво в Бельгии, которое готовят зимой и пьют во время посадки и сбора урожая. Сладковатые тона пшеницы в сочетании с ароматикой и вкусом спелого персика. Так вот, что они задумывали. Ну, а получилось то, что получилось. Выливать, конечно, не стану, допью без проблем. Но по ощущениям, ребята, не дожали. Давайте дальше. Далее у нас черри саурель. Обожаю вишню, очень интересно, что у Волковской получилось делать с ней. 17 июля дата розлива. 6,5% алкоголя. Экстрактивность 19,5%. Состав вода, соуд ячменный, соуд пшеничный, мальтодекстрин, сок вишни, лактоза, рисовая шелуха, хмель продукты, сок красной моркови, ориентинатор вишни. История моих взаимоотношений с саурами от Волковской закончилась вот на этом пивом. Априкос саурель. Это было примерно пару лет назад, и это было настолько отвратительно, что вспоминать страшно. Визуально очень красивое на самом деле, такое темное рубиновое, слегка мутное. В аромате вишни, пахнет довольно-таки вкусно. За вас, ребята. Вкус кисловатый, сладковатый. Вкус вишни есть, но не такой, который вызывает у вас восторг. Но напоминаю, это пиво стоит дешевле 150 рублей, просто вкус вишни есть, как бы йог. Вот это, конечно, реально сладко, по сравнению с первым, намного слаще. Как будто бы это нужно чем-то закусывать, либо что-то нужно этим запивать. Потому что по ощущениям, это все равно, что пить сладкую газировку вот просто так. Вот это бы я назвал гаражом на максималках, но в хорошем смысле. Я понимаю, что тема избитая, и она всем уже надоела, но очень хочется сравнить с Таркас. Потому что они находятся в одном ценовом диапазоне. Да, конечно, это не смузи. Но какая разница, если смузи Таркаса невозможно было пить, а это, по крайней мере, прикольно. По сравнению с тем абрикосовым сауром, это пиво много шагов вперед для Волковской. Оценочкой на Антабте у него 3.43, описания нет. Пить можно, но нужно быть готовым к его сладости. Например, если вы фанат неправильного меда от Волковской, то вам это, скорее всего, тоже понравится. Если вы, конечно, любите вишню. Так, кстати, оно мне напомнило, вот это вот вишневый пиво от Бернинг. На канале был на него обзор. Заявлено, как вишневый йогурт. По факту, никакого йогурта в нем не было. Был обычный вишневый саур. Довольно-таки неплохой, на самом деле. Но на сотку дороже, чем Волковская. Нужно ли это вам переплачивать сотку за этикетку, решайте сами. Давайте дальше. Далее у нас саурель клюква. Дата розлива 11 августа. 65 алкоголя, 19,5 плотности. Состав вода, сол, яхменный, пшеничный, концентрированный сок клюквы, мальтодекстрин, соль пищевая, сок красной моркови, хмельпродукты, пивные дрожжи. То есть даже аромки нет. Но зато есть соль. Из забавного это то, что они слово клюква написали по-русски. Я на самом деле понимаю, с чем это связано. Ну типа плюс-минус все знают, что такое черри. Все знают, что такое томата, пашин фрут, чили балакурант. А вот крэнбери это уже сложно. Я забываю в конце посмотреть описание на Антапте, поэтому скажу сразу. Оценочка 3.63, описание. Лимитированная партия специального эли с добавлением сока клюквы. Вот насчет клюквы у меня уже есть опасения. Нехорошие у меня с ней отношения. Потому что она горчит частенько. Можно смешать с вишневым, получится шалтай-болтай клюкву вишни. И огуши бахом сверху. Итак, визуально бледно-красная. Менее мутная, чем вишневая. В аромате клюква. Ну и что-то такое облепиха отдает как будто бы. Напоминает еще вонючий сыр. Пробуем, ребята, за вас. Но сразу из плюсов оно не горчит. Не могу сказать, что оно сильно соленое, но соль на языке чувствуется. Чувствуется клюква. И почему-то есть чувство, что ем сыр с плесенью. Плюс оно кислое, от него активизируется слюноотделение, хочется постоянно запивать водой. Если не будут запивать водой, то вы будете слушать, как я хлюпаю слюнями во рту. В общем и целом, что могу сказать. Во-первых, опять-таки гараж на максималках. Во-вторых, гораздо лучше, чем то, что они делали ранее. Пить можно, но это не про эстетическое наслаждение. Вот как раз-таки это пиво, как и предыдущее, можно называть пивом для входа в крафт. Оно не вызывает отвращения, как тот же самый Таркас. Оно реально может пробудить интерес у человека пробовать что-то новое. Давайте дальше. Завершающий сауру на сегодня это была Курен Саурель. Ну то есть я уже не смородина. 5% алкоголя, ну то есть менее, чем в предыдущих двух. Дата розлива 16 августа. 11,9% экстрактивность. На самом деле характеристики, как у того ублюдского априкоса Саурель. Надеюсь, что это не будет похоже. Состав вода, солод ячменный, солод пшеничный, лактоза, сок черной смородины, хмельпродукты, пивные дрожжи. Ну то есть здесь вообще ничего постороннего, кроме сока черной смородины нет, разве что лактоза. Оценки в Тапте 3,63. Описания нет. Фантастика, оно даже гашит. Визуально оно самое светлое из всех. Подозревают, связано с тем, что в нем нет сока красной моркови, как других. Пахнет смородиной и мельцой как первое. Пробуем, ребят, за вас. Оно самое кислое из всех трех. Оно очень жидкое, очень водянистое, как никак у него плотность почти в два раза ниже, это чувствуется. Несмотря на мыльный аромат, мыло во вкусе я не чувствую, чувствую смородину. Лично для меня оно менее интересное из этих трех сортов. Это первый кандидат в раковину на сегодня, но не потому, что это так сильно плохо, а потому, что пива сегодня для меня довольно-таки много, а нажраться я не хочу. Хочется скорее перейти к следующему, и давайте это и сделаем. Итак, ребята, томатная газета Волковской. 4,3% алкоголя. Экстрактивность не заявлена. Состав, вода, соль, ячменный светлый, пшеница, томатная паста, соль пищевая, хмель-продукты, экстракты черного перца, базилика, перца чили, консерванство, рыба от калия, ароматизатор, паприка. Изготовитель, кстати, ООО «Визит» в город Кузнецк. Ну, то есть, вот эта вот контора. А вот это на самом деле интересно. 28 июня, дата розлива. Я трижды в своей жизни пробовал томатку от Волковской. Первый раз был около двух-трех лет назад. Покупал домой, также в железной банке, 4,3 алкоголя, 12 плотности, 500 мл. Производитель был ООО «ПВК Пальчевский». Состав также претерпел изменения с тех пор. В тот раз он мне показался неплохим. Ну, просто ок, за свои деньги. Такая легкая, пустоватая томатная газешечка. Второй раз я покупал ее в гараж, уже в стеклянной бутылке. Причем я покупал ее с целью угостить друзей, потому что в первый раз она мне показалась неплохой. И, ребята, это было небо и земля. Мне было так стыдно, это был такой позор. Это было так плохо, это было отвратительно. Жаль, что не сохранилась этикетка. Это было плохо даже за свои деньги. И вот в третий раз я купил эту томатку на открытии Волковского бара в СПБ. Вот у меня сохранилась этикетка. И, честно говоря, ребята, я думал, что это то же самое, что это. Но то, что я пил на открытии, изготавливалось там же, что я брал два года назад. Ну, то есть ООП и ВК Пальчевский. И тот же самый старый рецепт. А вот это у нас версия от ООО Визит. И, честно говоря, ребята, я заинтригован. Я реально думал, что буду сейчас пить ту же самую газешку, что я в прошлый раз буду ее хвалить. Но за аромат пока что сразу лайк. Стоило только открыть банку, сразу запахло перцем в стиле хоп-хед. Визуально довольно-таки густо, довольно-таки мутно. Плавают частицы овощей. Напоминает хреновину, на самом деле. На стенках тоже, обратите внимание, остается след от пюрехи. Но аромат, честно говоря, не самый приятный для меня. Пахнет так, будто бы сейчас будет очень сильно остро. И какая-то такая специя добавлена, неприятная, не могу понять, что это такое. Но не похоже на базилик. На самом деле, в составе ничего такого не видел, что могло бы так сильно пахнуть. Но напоминает чуть ли не анис. При том, что есть аромка паприки, паприку не ощущаю, увы. Ну что ж, ребята, пробуем за вас. Я не понимаю, что это за дрянь. Будто бы кинза какая-то. Прям очень сильно вкусом все портит для меня. Это абсолютно не то же самое, что я пробовал в прошлый раз. Там было все идеально. Мне настолько сильно понравилось. Фу, блин. Реально каким-то анисом отдает. Вот если бы не этот вкус, было бы все великолепно. Она довольно-таки острая. Чувствуются томаты. Очень обидно, ребята, честно говоря. У меня были очень большие надежды на эту томатку. Потому что я думал, что это единственное пиво сегодня на обзоре, которое я уже пила, которое мне уже понравилось. Очень хотел попить вкусную газешечку. Но мне кажется, на самом деле, ребята, это супер вкусовщина. Все в зависимости от того, как вы относитесь конкретно вот к этой специи. Вот типа любите вы самбуку, то вам, наверное, понравится. Лично я сильно разочарован. Давайте дальше. Далее у нас газе пашенфрутус чили. 4,3 алкоголя, 4 августа, дата розлива. Состав вода, сол, ячменный пшеничный, пюре маракуйя, перец каенский, чили, морская соль, с мемпродукты, пивные дрожжи. Произведено ООО «Волковская». Вот сверху наклеена этикеточка. А под ней почему-то написано ООО «ПВК Пальчевский». Видимо, прекратили сотрудничество с этим пизаводом. Этикеток напечатали заранее. А вот я содрал эту бумажку, потом сохраню этикетку и забуду, что здесь была этикетка сверху. И буду в другой раз отсылаться к этому пиву и буду думать, что оно изготовлено не там. Настроения, ребята, нет совершенно после этой томатки. Надеюсь, что эта газешка все исправит, но, по-моему, нет. Она, как минимум, слишком жидкая. Я все-таки люблю погуще газешечки. Надеюсь, она хотя бы не будет слишком сладкая. Визуально светло-желто-мутно-бледно. Плавают мелкие частички. По аромату, кстати, маракуйя. С легкой мыльцой. Ну, за вас, ребята. Последний шанс у Волковской за сегодня. Ну, знаете, я бы сказал, что это неплохо. Проблема только в том, что я хотел томатную газешку сегодня попить. А эта фруктовая газешка, по типу, вот как недавно делал обзор на Бруди Вижн. Ну, это, конечно, совершенно другой уровень. Но за свои деньги это очень хорошо, как по мне так. Вкус маракуйи, не сказать, что прям сильно яркий. Но он есть. Плюс кислинка маракуйи. Что касается чили, если вы не любите ассорту, то не переживайте. По крайней мере, после томатной газешки мне это вообще не кажется острым. Ну и чувствуется база газешная, хотя соли немного. Напоминает, на самом деле, вот эти вот сорта. Но только не сладко. Неплохо, но опять-таки, не могу такого много пить. Слишком жидко, хочется чем-то закусить. Давайте итоги подводить. В общем и целом, ребята, если вы привыкли пить пиво с закуской, то пиво от Волкс для вас хороший вариант. Оно довольно-таки жидкое, под него так и просится какая-нибудь еда. Сейчас попробую рейтинг выставить. Ну вот как-то так. На первом месте сегодня для меня лично вишня. Возможно, потому что я просто люблю вишню. На втором газешка с маракуйей. Вообще ничего от нее не ожидал, но она приятно удивила. На третьем клюква. Просто потому, что я не фанат клюквы. Но в целом можно смело менять местами с вишней. На четвертом черная смородина. Однозначно слабее этих двух. На пятом фермерский эль с персиком. Не самая удачная версия фермерского эль, как по мне так. И на последнем месте, увы, томатка. Четыре раза я ее пробовал. И каждый раз она была разная. Ребята, ну как так-то, как так? Ребята из Волковска, сейчас обращаюсь к вам. Вот как мне оценивать ваше пиво? Как мне его кому-то рекомендовать, если оно каждый раз разное? Но на самом деле, конечно, это проблема не только Волковска. Это проблема крафта в целом. Ну четыре раза. Но на самом деле, это не самый плохой. Самый плохой был в гараже. А это третье место. Самое вкусное было на открытии бара в Питере. Потом был первый раз. И вот на третьем месте этот. Но на самом деле, не исключено, что это единственное пиво, которое я сегодня допью. Ну потому что оно самое нажористое из всех сегодняшних сортов. Как я уже говорил, я не люблю сладкие, жидкие алкогольные лимонады. Вы наверняка знаете, кто такой подпивасный чалабон. И вот насколько мне известно, он тоже раскритиковал томатку от Волковской. И я думал, сейчас я буду ее защищать. Но я попробовал это, и я теперь в недоумении. Мне вот интересно, какая у него была банка. Я реально пил их томатку в прошлый раз и думал, как ему это может не нравиться. Но я пью это и понимаю, да кому это вообще может нравиться. В общем и целом, нельзя сказать, что Волковская пиварня идет вверх в плане качества. Судя по этому пиву, она идет как-то вот так, волнами. Но положительная динамика есть, и это радует. Это не последний обзор на Волковскую. Я не успокоюсь, пока не перепробую все их сорта. А учитывая, что они постоянно выпускают что-то новое, новые обзоры будут выходить и выходить и выходить. Так что, ребята, до встречи в следующем видео. А на сегодня все. Меня зовут Максим. Всем спасибо за просмотр. Удачи.